В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Все самые интересные события прошедшей недели в нашем выпуске. Строительство Самарского стадиона ведется в соответствии с графиком. Такое заключение сделала комиссия во главе с заместителем председателя Координационного совета программы подготовки к Чемпионату мира по футболу Игорем Левитином. Как оценили готовность Самары к Мундиалю, расскажет Алина Чемерес. По кольцу перераспределение потоков осуществляется. Те, которые приезжают автобусами, они высаживаются здесь и подходят сюда. Если это разные команды, их можно высаживать на этой и на той подъездке. Вопросы логистики и безопасности самые важные. Об этом в первую очередь рассказывают на стройплощадке Игорю Левитину. К стадиону будут вести несколько подъездных путей для спортсменов, болельщиков, клиентских групп ФИФА. Новые дороги начнут строить уже в этом году. Требования к стадионам одинаковы во всех принимающих Чемпионат городах, несмотря на то, что проекты разные. Что важно для нас, это чтобы было несколько мест, куда могут приезжать автобусы. Потому что будут разные команды, их нужно будет разводить. Здесь, в Самаре, как раз мы увидели, что это все учтено. Здесь все предусмотрено. И мне кажется, что эти требования и безопасности, и рекомендации по логистике, они здесь выстраиваются. Под строительство стадиона отведено 27 гектаров земли. Здесь везде установлено оборудование системы безопасности. По периметру длиной почти в 3000 метров за порядком следит охранное телевидение. Это более 60 камер и 82 прожектора. Создано 5 контрольно-пропускных пунктов. Везде работает система фиксации транспорта. Игорь Левитин отметил, необходимо, чтобы все это оборудование помогало обеспечивать порядок на стадионе во время и после чемпионата. Что касается стройматериалов и уже готовых объектов, они регулярно проходят контроль качества. Комиссии рассказали и о том, как сейчас возводят купол стадиона. У нас идет повторяющаяся конструкция, их порядка 36. Выглядят они в виде лепестков. Монтаж начинается с внешней части стадиона. Они будут сходиться в центре и в центре стягиваться кольцом. Все объекты строители обещают закончить точно по графику. По стадиону работа ведется, ведется активно. Есть тоже определенные вещи, которые надо подтягивать. Но сейчас как раз сезон, где можно эти работы выполнить, особенно бетонные работы, которые остались. И строители гарантируют, что все пойдет своим чередом. Строительство стадиона Самара-Арена планируют завершить в декабре следующего года. Поддерживать любимую команду здесь единовременно смогут 45 тысяч человек. Ожидается, что стадион примет игры стадий 1-8 и 1-4 финала, в том числе матч сборной России. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Специалист с мировым именем, президент-основатель Сколковского института науки и технологии Эдвард Кроули посетил Самарский объединенный университет. Профессор астронавтики и инженерных систем прочитал лекцию для студентов. О чем именитый ученый рассказал самарцам, узнавала Валерия Макарова. Эдвард Кроули широко известен своей научной работой в области космических технологий, которыми он заинтересовался еще в школе. Он является президентом-основателем Сколтеха, первого российского вуза инновационной направленности. По его мнению, уровень образования в ведущих российских университетах сравним с лучшими зарубежными образцами. Однако до сих пор он не так узнаваем. Важный элемент трансформации – ведение лекции на английском языке, использование его в научных публикациях. Российские университеты должны трансформироваться в университеты 21 века, больше сотрудничать с компаниями, которые занимаются новейшими разработками. Профессионально мы разговариваем на одном языке, признается журналистом ректор Самарского вуза Евгений Шахматов. Эдварда Кроули, который входит в наблюдательный совет университета, здесь ждали давно. Такой специалист может критически оценить работу вуза и подсказать, в каком направлении развиваться. Первые договоренности уже есть. И вот те возможности, которые в Сколтехе и у нас, мы договорились объединить по ряду направлений. Это связано и с возможностью использования ресурсов в Минобранауке России, других министерств и компаний государственных, которые заинтересованы в таком сотрудничестве. Эдвард Кроули провел в Самарском университете один день. Ему показали лабораторию виброакустики, проектирование наноспутников и Центр управления полетами малых космических аппаратов Аист. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Крик о помощи. У 10-летнего мальчика редкий диагноз – мышечная дистрофия. Это генетическое заболевание, при котором мышцы постепенно слабеют и теряют способность сокращаться. Ребенок проживает в сложных условиях, из-за чего болезнь прогрессирует. Как можно помочь мальчику, расскажет Марина Матвейшина. В дневнике только пятерки. На столе стопка книг, которые Славик планирует прочитать в ближайшем будущем. Десятилетний мальчик очень любит учиться и всегда прилежно выполняет все задания учителя. А когда хочется отвлечься от учебы, мальчик собирает конструктор. Это вот птица из лего-мульчика. Я ее сам собирал. Долго собирал? Ну, довольно-таки долго. Хотя за один день собрал. Еще вот это вот тут открывается. Вот такой вот конструктор. У Славы Шепелева мышечная дистрофия Дюшина-Бекера. Очень редкое генетическое заболевание. Один случай на 3,5 тысячи новорожденных. Болезнь неизлечима и прогрессирует с каждым днем. С восьми он уже не ходит. Он ходил. И вот 8 лет, когда исполнилось, как будто кнопочку кто-то нажал, он встал и все. И теперь вот я наблюдаю, у него же деформированная стопа. Славе было два года, когда мать узнала, что ребенок болен. Она сразу от него отказалась. Отец мальчика погиб. Сейчас Слава с бабушкой живут в общежитии. В комнате без удобств. Семья живет на пятом этаже. Поскольку здание не оборудовано лифтом, а бабушке с 70 лет довольно-таки тяжело спускать и поднимать ребенка на инвалидной коляске по ступенькам, то мальчик лишен возможности бывать на свежем воздухе. И в буквальном смысле не видит солнечного света. Сейчас Галина Шепелева с внуком мечтают продать свою комнату в общежитии и купить квартиру, чтоб с удобствами и на первом этаже. К проблеме подключились депутаты городской думы и администрации советского района. Семье помогли с обследованием в больнице Середавина. Теперь Славик готовится к поездке в Москву, в реабилитационный центр. И у Славика появляются уже контакты, какие-то друзья, знакомства. Он понимает, что он просто не одинок в этом мире. Мы должны все вместе собраться вокруг таких людей, особенно детей, и помогать им. Вот это, наверное, основная задача нашего общества. Нельзя проходить мимо, потому что вы сами знаете, что даже добрые слова всегда вам поможет. Семья готова принять любую помощь – и волонтерскую, и финансовую. Желающие помочь Славе Шепелеву могут позвонить на телеканал «Самары ГИС», чтобы узнать, как связаться с семьей. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. В затяжной конфликт с управляющей компанией оказались втянуты жильцы дома номер 12 по проспекту Металлургов. В начале весны у них обрушился балкон. Управляющая компания демонтировала аварийные плиты, но восстанавливать их не торопится. Найдется ли компромисс, или жильцам придется ремонтировать дом за свой счет? В проблеме разбирался Андрей Трой. Когда рушится часть фасада или балкон, это определенно ЧП. Однако жители дома номер 12 по проспекту Металлургов никакого аварийного ремонта не видят уже несколько месяцев. В марте этого года прямо на тротуар обрушилась балконная плита. Из всего ремонта был проведен только демонтаж аварийных балконов. На этом решение проблемы экстренного капитального ремонта остановилось. В марте месяце представители жил Универсал, наняв подрядчика, незаконно демонтировали три балконных плиты по фасаду по улице проспекта Металлургов 12. Фактически они перед нами ставят условия, выставляя достаточно весомые суммы за демонтаж балконных плит, но, как говорится, без их восстановления. То есть хотелось бы сохранить целостность здания, хотелось бы, чтобы плиты балконные были восстановлены, те плиты, которые еще не демонтированы, усилены и фактически были бы нормальные условия для жильцов. Представитель управляющей компании жил Универсал присутствовала на общедомовом собрании. Правда, от комментариев она отказалась и, как только собрание закончилось, поспешила удалиться. Все, что было сделано до сих пор, установлены ограждения и предупреждающие надписи. Пока проблемы жителей дома номер 12 по проспекту Металлургов решает вот такая вот ограда вдоль фасада, которая лишь теоретически защищает прохожих от падения балкона. А вот с других сторон дома, в том числе и во дворе, никаких предупреждающих надписей, тем более ограждений нет. А ведь если вот такая плита башка попадет, мертвый будешь уже на все 100%. Жители намерены добиваться капитального ремонта здания, поскольку балконы – это не единственная проблема дома. Течет крыша, разрушается фасад и отмостка. У подъездов нет ни одного целого крыльца. Капитальный ремонт нашему дому нужен, ну, одному из первых. То есть он должен стоять в первых вообще там списках, в первых, прям в ближайшее время это капитальный ремонт. Потому что дому нашему, он по стройке 54-го года. В городской администрации, как выяснилось, о проблеме знают и готовы решать вопрос совместно с собственниками жилья. Мы владеем этой ситуацией, но еще раз повторяю, да, сегодня действия, первые шаги должны делать собственники имущества своего. И в лице МКД, то есть по всему алгоритму, кто там, есть две квартиры муниципалитета, участвует должен муниципалитет. В львиной доле это если физические лица, значит физические лица в лице собственников квартир. Вот, исходя из этого, нужно выстраивать все взаимоотношения. Между тем, по закону балконы считаются элементами перекрытия и частью фасада. То есть за ремонт должна отвечать управляющая компания. А вот перила уже собственность граждан. Найдут ли жители и коммунальная контора компромисс, покажет время. Андрей Трой, Константин Головин, Григорий Плешаков, События. Ремонт теплосетей на улице Полевой чуть не стал роковым для двух автоледия. Металлический забор, которым рабочие оградили зону ремонта, не выдержал порыва ветра и упал прямо на проезжающие мимо автомобили, сидящими внутри женщинами и детьми. Подробности в репортаже Марины Матвейшиной. Экстремальное начало дня. Два автомобиля на перекрестке Полевой и Молодогвардейской внезапно оказались под рухнувшим металлическим забором. Алла Иванова ввезла детей в школу, когда машину накрыла металлическим пластом. Стоишь на перекрестке, смотришь на движение, которое тебе навстречу, и тут вдруг на тебя начинает рушиться забор. Дети напугались, конечно. Следовавший за джипом автомобиль также попал под удар. Передо мной РАВ-4, я увидела, что на нее он ложится, и он также лег на мою машину. Мы, естественно, там завизжали, заорали, выскочили, и забор сложился, как карточный домик. То есть, благо там, что никто не шел, там, я не знаю, ни люди, ни велосипедисты, потому что забор тяжелый. Вот РАВ-4 меня, можно сказать, спасла своим этим вот кузовом, потому что меня бы он просто смял. Мгновенно после ЧП на улице стала собираться пробка. На перекрестке улицы Полевой и Молодогвардейской парализовано движение. Машины стоят также и на параллельных и поперечных улицах. Внезапно упавший металлический забор преградил путь не только двум автомобилям, но и еще нескольким десяткам машин. Металлический забор появился на перекрестке только этой ночью. Рабочие предприятия тепловых сетей воздвигли его, чтобы провести работы со вскрытием на проезжей части. Схема, говорят, согласована заранее с ГИБДД. А запрещающие автодвижение и знаки были расставлены заранее. Вообще на этой перекрестке, согласно расставленных ночью знаков, ездить было нельзя. Водители поехали, и такое получилось. То есть они сами виноваты, по сути? Ну, здесь много факторов сложилось. И сквалисты порыв ветра, и, возможно, не надежно закреплены были эти ограждения, не выдержали сквалисты порыв ветра. Но движения здесь сегодня с утра быть не должно было быть. В ситуации будут разбираться представители ДПС. Пока они фиксируют детали и составляют протокол, сотрудники ПТС восстанавливают ограждение. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. 30 человек пришлось эвакуировать из дома на улице Клиническая в Самаре. Причиной стал пожар в квартире на 10 этаже. Обошлось без жертв. С места ЧП репортаж Павла Баймакова. Огонь разгорелся около 7 часов вечера. Горела вот эта, 37-я. Квартира на 10 этаже. Первыми тревогу забили соседи сверху. Квартира Аллы Анатольевны как раз над той, что горела. По словам женщины, сначала не поняла, что случилось. Внезапно за окном повалил густой дым, и в комнате резко запахло горю. Открылся на веску, смотрю на моем окно, у того столка черный. Я поняла, сосед снизу. Я схватил кошку, вон она у соседки в руках. Документы схватили, паспорт. Женщина вызвала пожарных, и за считанные секунды спустилась на этаж ниже. Начала стучать в дверь к погорельцам. Несколько минут никто не открывал. Позже сосед все же вышел. Возможно, женщина спасла ему жизнь. Сам мужчина что-то пояснять отказался. Ушел подальше от дома. Наши квартиры только мы, ребят, пока интервью не даем ни один. А что случилось, что-то сгорело? Ничего не горело, ребят, мы просто. Неизвестно, мы не знаем ничего. Мы недознаватели, это не к нам. Не знаю, меня соседка разбудила. Он не будет, папа. Говорит, бежим, бежим. Я тебе сказала, что... По словам соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем и чего-то подобного от него ждали уже давно. Но выводы делать рано. Точные причины пожара установит экспертиза. Квартира погорельцев сильно пострадала. Огонь захватил площадь в 20 квадратных метров. А у соседей даже через стену закоптились обои. Тяжелых последствий удалось избежать. Обошлось без человеческих жертв. На месте ЧП работали 8 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Мыть начисто, чистить на совесть. Бригады рабочих, которые приводят в порядок остановочные павильоны в Самаре, вооружились химраствором и отправились на борьбу с незаконной рекламой. В рейде чистоты побывала и Марианна Мирная. Банные процедуры два раза в неделю. Если дождь, и того чаще. Остановочные павильоны в Самаре моют, полируют и очищают от незаконной рекламы. Частные объявления, говорят рабочие, нарастают быстрее, чем грязь. Естественно, обидно. Мы пытаемся как-то пресекать, если во время помывки. Даже бывает такое, что во время очистки люди приходят и клеят прямо рядышком. Коммерческая информация должна размещаться на рекламных конструкциях на платной основе. Для частных лиц есть 470 специальных информационных стендов, где можно бесплатно разместить свои предложения. Остановка – совсем не место для расклейки. Ждать транспорт – не самое приятное занятие, особенно если остановка, на которой стоишь, вся грязная и заклеенная объявлениями. Гораздо лучше, когда в зеркально чистой поверхности можно увидеть свое отражение, говорят жители. Потому что чисто, приятно, красиво, прозрачно. Приятно сдать автотранспорт. А грязно, когда рекламы разные, ненужные. Это, конечно, не красит ни город, ни остановку. И в общем, в целом, общество наше. На сегодняшний день в Самаре почти 900 остановок. За частью уже регулярно ухаживают подрядчики. Еще больше 300 павильонов, за которые отвечает муниципальное учреждение Самара «Информресурс», преобразятся в ближайшее время. В ближайшее время будет производиться ремонт. Очистка и окраска данных остановок. Также планируется замена в центральных частях города. Скажем так, обновление этих остановок на более современные стеклянные остановки. Вода, специальный химраствор, скребки и рабочие руки. 20 остановок в день – это не предел. Особое внимание исторической части города и туристическим маршрутам. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Лебеди, слоняты и пчелы появились на цветущих газонах в одном из дворов на Осипенко. Это заслуга жителей и работников управляющей компании. Чистоту и красоту здесь продолжают наводить, несмотря на то, что генеральная уборка города закончилась. В уютном дворе побывала Алина Чемерец. За ней в районе в очередь выстраиваются, рассказывают жители. Наталья Харасова – местный дворник и главный декоратор улицы Осипенко. Лебеди из старых покрышек, сердце из бутылок, цветы пластиковые и живые – ее работа. Подручный материал ей приносят жители, что-то находят сама. Говорит, дворник – профессия творческая и главная задача – нести красоту жителям. Вот этого газона раньше не было. То есть заборов вот этого не было, и просто были машины, стоянка машин. Потом вот собирать начала шины я, чтобы загораживать. Потом сделали нам забор, машину, видите, пошли уже. Начали вырезать вазон, уже потом вот так вот пошли в ход они, дело у нас. На уборку во двор в любой день, как на субботник, вместе с работниками управляющей компании выходят жители. Красят ограждения и бордюры, белят деревья, собирают мусор. Труд, говорят, сближает и помогает вместе радоваться чистоте во дворе. Выходим и трудимся. Сажаем цветы, красим, белим, наводим полный порядок. Лавочки, посмотрите, в каком у нас порядочке. Детская площадочка. Все стремимся делать для ребятишек. Если пройдемся, мы увидим, что дворы стали чище. Контейнерные площадки более ухоженные, и перевозчики вывозят мусор вовремя. И правильные компании в этом году, мне кажется, стали более ответственны относиться к своей работе. Я, как председатель общественного совета, и как председатель ТОСа, контролирую свою территорию, обхожу. Жители двора на Осипенко с гордостью говорят, к нам ходит вся округа. Красоту планируют поддерживать и далее. Вскоре собираются вооружиться садовыми ножницами и привести в порядок газоны. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Международный день парков в Самарском зоопарке отметили игрой «Экологический светофор». Для наглядности детям разрешили погладить занесенных в Красную книгу варана и питона. Познакомиться поближе с экзотическими животными решила и Мариана Мирная. Красная охрана природы, желтый царство животных, зеленый флора. Экологический светофор – интерактивная игра для школьников. В Самарском зоопарке отметили Международный день парков. Праздник обращает внимание людей на проблемы экологии и пропагандирует охрану окружающей среды. Наш зоопарк был основан в 1992 году. Нашему зоопарку в этом году исполнилось 24 года. Он прошел большой путь. От небольшой коллекции животных, которая насчитывала 80 особей, до такого прекрасного парка, который вы видите сейчас. В нашем зоопарке насчитывается 1100 особей, которые принадлежат к 190 видам, 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней. Именно в зоопарках дети могут научиться бережному отношению к природе, понаблюдать за животными, их поведением и особенностями. Даже юные посетители зоопарка точно знают, как важно беречь природу и охранять животных, особенно занесенных в Красную книгу, как, например, вот такого африканского питона. В естественной среде их осталось очень мало, и если в дикой природе такой питон может задушить свою жертву, то этот, посмотрите, мирно сидит на руках. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Искусству все площадки покорны. Театр оперы и балета устроил флешмоб. Это уже не первая акция на счету театральной труппы. Весной фрагмент из оперы «Сивильский цирюльник» исполнили на железнодорожном вокзале. Теперь сюрприз для пассажиров театр подготовил ко дню рождения международного аэропорта Курумыч. Как это было, расскажет Валерия Макарова. К таким неожиданным концертам в аэропорте Курумыч не привыкли. Одинокий музыкант на флейте играет фрагмент из оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане». Удивление зрителей сменяется любопытством, что будет дальше. На импровизированной сцене появляются танцовщики. 20 артистов театра оперы и балета и учеников театрального училища свой флешмоб репетировали около месяца. Признаются, волновались. Публика все-таки непривычная. Ты прилетел в аэропорт, то есть у тебя тут дела, как бы три дороги уже практически. И тут вдруг такое неожиданное, такое приятное мероприятие, которое так и видно, что профессионалы танцуют. Но я сначала даже не поняла, я говорила, что такое, что такое. Появление театральной труппы в Курумыче не случайно. Такой подарок преподнесли артисты ко дню рождения аэропорта. Аэропорту Курумыч исполняется 55 лет и сегодня как раз состоялся первый полет. Мы хотим своей акцией поздравить их с этим событием. А нам 1 июня будет 85, поэтому на двоих нам 140 лет. Не только приобщиться к искусству, но и спортом заняться. В аэропорте устроили турнир по настольному теннису среди пассажиров. Желающих нашлось немало. Полувековую историю аэропорта Курумыч воссоздали на мультимедийной выставке. Главная веха 15 мая 1961 года. В этот день началась первая навигация с рейса Куйбышев-Минеральные воды. На огромном экране архивные фотографии, почтовые карточки и даже советские рекламные плакаты. А настроение в этот праздничный день задавали веселые мимы. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Самарские музыканты лучшие в стране. Они заняли все призовые места во всероссийском конкурсе «Виват Баян». Показать исполнительское мастерство в Самару съехались около сотни участников. Последние аккорды фестиваля услышала Алина Чемерес. В тонких женских руках увесистый аккордеон ведет себя послушно, хоть и тяжеловат. В музыке Екатерина Шилова уже 9 лет планирует поступать в консерваторию. Ее отец мечтал быть баянистом, но исполнителем не стал. Взяв в руки аккордеон, Екатерина приняла музыкальную эстафету. Если ты не будешь любить аккордеон, он не будет любить тебя. Сил иногда не хватает на некоторые пьесы, потому что все-таки это более мужской инструмент. Но если есть сила воли, то всего можно добиться. Пока одни ребята выступают, другие здесь, в репетиционном классе, готовятся к своему выходу. Сейчас спросим, как у них дела. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Денис Андреев. Как себя чувствуешь, как настроить на стране? Ну, волнительно, произведение сложное, но я готовлюсь, надеюсь, что смогу хорошо выступить. Фестиваль «Виват Баян» проходит в Самаре уже 14 лет. На этот раз на него собрались более 60 солистов и 12 ансамблей со всей страны, а также из Казахстана и Украины. Лучшие, в том числе и Екатерина Шилова, отправятся на две недели на стажировку во Францию. Уровень исполнительства за последние годы очень вырос, технически вырос, и, что более приятно, он вырос музыкально. То есть играют очень разнообразную программу, и классическую музыку, и эстрадную музыку. Играют очень качественно. Это очень приятно. Очень много интересных, ярких звезд новых мы открыли в этом году на конкурсе. Надеюсь, что так же, как и в предыдущие годы, когда мы открывали тоже новых молодых звездочек, они так же пойдут в будущее и станут большими интересными музыкантами. Самарская баянная школа – лучшая в стране. Все высшие награды остались дома. Фестиваль в этом году начался еще в феврале с юбилейного концерта коллектива «Баян Микс». Завершился музыкальный марафон выступлением канадских гостей. Виртуозную игру самарцам продемонстрировал квартет «Джелата». Известные хиты из кинофильмов, кельтские мотивы, лиричные песни. Музыканты сделали все, чтобы достучаться до каждого слушателя. Публика тут замечательная, но я всегда тут очень сильно волнуюсь, потому что надо держать всегда хороший уровень, хорошую планку. Тут город очень славен баянными традициями, где живет лучший баянист мира Сережа Войтенко, поэтому всякий раз тут я готовлюсь. Баянными традициями Самара славится больше века. В следующем году 120 лет со дня рождения этого инструмента, который изобрели именно здесь. Возможно, в Самаре появится даже памятник баяну, который планируют установить на пожертвование неравнодушных к музыке горожан. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова